канал таежный обитель приветствует вас вчера я показал как делать эвенкийскую подку в экстремальных условиях я ее сегодня доделал дома и хочу вам показать ну выглядит она теперь вот так вот так она выглядит вот у нас задела на этими тальниковыми веточками и я сделал вот такой ободок вот такой ободок сделал она теперь жесткая и в нее можно что-то ложить вот подки эвенки делают с беристы вот такие они бывают что сумины делают с кожи с лап крепкие чтобы были они не вытирались а внутрь ставят такую подку потому что есть вещи которые надо возить и чтобы они не помялись если просто как в мешок то могут помяться ну как этот ободок делается я вчера показывал как расщеплять палочку снимаем эту кожуру снимаем эту потом точно так же как я вчера показывал расщепляем вот уже это только толще и и я расщепил вот такую вот толстую вот одну сторону я ее обстругал с двух сторон убрал вот эту сердцевину потому что она ломкая и ближе сюда вот к баллоне я сделал вот такую тонкую досточку как бы вот она гнется легко она очень хорошо гнется вот так гнется хорошо и вот я сделал маленько квадратненькую такую ее я пришил нитками а эвенки пришивают сухожилиями они сухожилии делают нитки и вот они пришивают этими сухожилиями тут я здесь нанес рисунок от эвенки любят наносить рисунки и на одежду и на подки и на седла и показывал либо седла венкиские и там были старинные седла будет возможность я кстати покажу еще раз эвенки раньше делали краски я когда приехал это вот я здесь уже 50 лет в то время уже я увидел эти старинные седла вырезаны с орнаментом и они были покрашены красками краски были черная красная синяя и коричневая вот разные краски я спрашивал у юры трифонова своего бригадира говорю юра как эвенки краску где брали фонгает эвенки делали краску сами краску делали знали какие камни брать эти камни натирали пыль вот это натертая ее смешивали с жиром смешивали жиром и вот этой краской жир с каменной пылью они наносили на орнамент эту краску и даже вот сейчас я не знаю сколько лет этим седлом это 50 лет я здесь живу а им еще больше краска до сих пор на этих седлах хотя седлом достается они когда кочуешь седла эти крестовины как бы они по веткам везде но все равно краска остается вот я примерно сымитировал так такие вот эвенкийские орнаменты примерно они еще разные бывают и сделал вот такую эту сумину под капоте по эвенкийски я ее унесу в музей вот такая будет штуковина в музее пусть люди смотрят смотрят и знают что эвенки делали вот такие портки ну вот на сегодня как коротенько вам такой небольшой обзорчик чтобы вы знали про краску всего вам доброго желаю удачи радости здоровья гармонии с самим собой и с окружающим миром пока пока